Солнце было, краснее помады, воздух прозрачнее слов. И я валялся на верхней полке, в пространстве между явью и сном. А где-то рядом, с брошенной строкой, мой дом отдали под словом. Вы только не обижайтесь, дорогой сосед, я просто устал на совещании в Питере. С утра у меня еще эта работа, мне мужчина выспаться хотел на самом деле. Вам тринадцатое место в собеседнике не подарил. Ничего-ничего, с умным человеком в пути помолчать в подарок. Газетами не интересуетесь, я вам в киоске набрал на полтыщи. Не жалко денег? Всяко дешевле снотворного. Снотворное сейчас семьсот рублей еще и за рецепт платит. А тут полистал немного, ей глаза и слиплись, советую. Спасибо, у меня обратная реакция, тошнит меня и трясет от этих газет. Ельцин русской, съезд не съезд, а стачертил. Точно, согласен, у самого политика из ушей. Но я такие газеты беру, которые для отдыха. Вот, например, скандалы. Не может быть. Тут всякие факты интересные. Про летающие тарелки, про оборотни. Про ветер. Чушь совсем, чушь какая-то. Освободили голову людей этой геологии, чтобы заполнить средневековым бредом. Но тут не все в раке. Отнюдь по-другому и не скажешь. Отнюдь. Вот, скажем, много пишут про реинкарнацию. Что еще за зверь такой? Неужели не слышали? Да что вы, ну, реинкарнация. Переселение душ. Переселение народов было до сих пор, а с хлебом вами. Теперь еще и души додумались переселять. И теперь. И теперь. Это известно еще с древних времен. С Платона. Душа человека после смерти часто переселяется. В жучка, в птичку. А иногда из одного человеческого тела в другое. Про это много писали. Даже в правде. Девочка одна знаменитая. Ну, это индейка-то. Из Индии, в общем. Вспомнила свою прошлую жизнь. В другом городе, в другой стране. Заговорила на непонятном языке. Прислушались? Пошли, царские! Никто не учил. Это явление называется синогласия. А у другой идентики там, там, в горе. Во-первых, не по-швейцарски, а по-шведски, наверное, написано. Во-вторых, если вы уже притянули на научность, говорите правильно. Индианка, а не индийка. И не синогласия, а ксеногласия от греческого. Ксэнос. Что значит чужой? Вот типичная наша русская манера. Выговорить мы правильно ничего не можем, а про все беремся рассуждать. Так и социализм свой строили с двумя мягкими знаками, но без всякого понятия о нем. Про социализм не знаю. А про реинкарнацию отнюдь тут вы меня зря обижаете. Потому что я этим вопросом очень всерьез интересуюсь. Потому что примеров много. И не только в Индии. В России. Тоже полно переселенцев. У нас даже клуб такой в городе открылся. Называется «Карма». На буддийский манер. Там разные люди собираются и рассказывают, кто чего помнит. Кто кем был в прошлой жизни. Вы, вы кем были? Да не обо мне речь. Все-таки вы в прошлом. Конкретно. Я в прошлом, но, я в прошлом человек маленький и в этой жизни небольшой. Ну, я не про рост, вы понимаете. А вот девочка одна. Вернее, девушка. Пятнадцати лет. Тоже из Индии? Нет. Мария Зуйкова. Не слышали? Да что вы, ну про нее даже по телевизору показывают. В общем, я ее хорошо знаю. Она, можно даже сказать, родня. Но дело не в этом. Не в подробностях. Тут научно доказано, что она, Маша Зуйкова, она, она, Ленин, была. Так, все, кончаем разговор. Гасите свет. Не верите? Я сказал. Ладно, я сам. Хорошо. Мне выспиться надо, я же вам сказал. Кончаем разговор. Кончаем.